Сейчас я буду готовить самое простое блюдо, винегрет. Я расскажу подробно об этом блюде и немножко скажу о разновидностях винегретов. Все, короче, сейчас будем готовить. Еще раз напоминаю, что раз нынче год быка, нужно больше делать растительных блюд, чтобы на столе было много у нас овощных блюд. Вот 2021 год, это как раз тот год, когда у нас винегрет будет в тему. Самое то, потому что вот этот наш бычок, он любит все травянистое, овощи, фрукты. А винегрет у нас как раз из этого всего и собран. Это вот такое, что может быть проще винегрета. Конечно, вот этот винегрет можно приготовить из простых, доступных продуктов. И хотя многие считают, что это не праздничное блюдо, опять же, можно это исправить оформлением. Но сейчас я хочу не столько приготовление винегрета показать, а сколько рассказать о разных составах. И что винегрет это как раз то блюдо, которое каждый может сделать рецепт по своему желанию. Во всех книгах и в интернете вы увидите огромное-огромное количество рецептов винегрета. И если вы засомневаетесь, какой из них выбрать, я сейчас расскажу вам, как правильно подобрать вот эту вот рецептуру для винегрета. Конечно, я обращаюсь к тем девушкам, которые вот молодые хозяюшки. Вот смотрите, у меня вот эта книга, вот эту и вот эту, две книги для примера взяла. Они все очень такие. Вот искусство кулинарии, потом овощная кулинария. И даже здесь вот сразу, с первого, насколько я собрала только три рецепта. Посмотрите, вот просто винегрет, потом винегрет слоистый, где у нас добавлено еще яйцо, мясо или рыба. Даже такие рецепты. Я сегодня буду делать вот по этому рецепту, чисто овощной, вегетарианский. Но в этой же книге, на другой странице, есть еще, смотрите, винегрет с сельдью. Я вот остановлюсь, если кто хочет, потом прочитает. И вот этот слоистый тоже сейчас остановлюсь. Так вот. Но мы будем готовить винегрет тот, который идеально подойдет в год быка. Вот они сидят, наблюдают, как бы мы туда мясо говяжьего не положили. Ничего добавлять не будем. И несколько слов еще скажу про происхождение. Вот название блюда, вот в этой книжке написано, происходит от французского слова винегр, уксус. Однако тут же написано, что это исконно русское блюдо существовало еще задолго до появления в Руси первых французских поваров. Так что во Франции его называют русским салатом. У нас некоторые повара называют французским блюдом. И про рецепт. Вот написано. Две картофелины, одна свекла, один-два соленых огурца, один-две моркови, 100 грамм квашеной капусты, одна луковица, 100 грамм растительного масла, соль по вкусу. Вот это классический рецепт, вот такой традиционный, без всяких добавок, без всяких изменений. Но здесь же написано, что в винегрет можно добавить 2-3 столовых ложки зеленого горошка, столько же отварной белой фасоли. Тут написано, что не стоит в класть винегрет отварное мясо. И к винегрету хороша соленая селедочка или сушеные снетки. И вот, прочитав все вот это, действительно кто-то задумается, что все-таки добавить, что нет. Я сейчас расскажу, как делаю ему. Я люблю свеклу, поэтому вот эту вот рецептуру, где написано одна свекла, я увеличила в два раза. У меня муж любит, когда побольше картошки. Увеличила количество картошки тоже в два раза. Соленый огурец добавила, как и было написано, два огурца. А, и третий огурец добавила вместо капусты. Потому что, смотрите, сейчас такой переходный период. Капусту новую еще не насолили, старую добавлять не хочется, она уже не надлежащего качества. Горошек, который написано, что можно добавить 2-3 столовых ложки. У меня муж обожает, когда в винегрете много горошка. Смотрите, у нас горошка больше, чем свеклы, больше, чем картошки. Горошка вот в этой рецептуре у меня 2 банки зеленого горошка. Можно и так. От присутствия зеленого горошка винегрет становится такой, как бы вам объяснить, нежненький такой. Но нигде вот здесь в рецептах нет. А я еще добавляю кукурузу сладкую. Казалось бы, ну совсем несочетаемая. Но и так можно. Так как я люблю кукурузу, я добавляю в банку кукурузы. И получается такой необыкновенный вкус. То попадется кусочек солененький огурец, то попадется кусочек сладенький кукурузка. И все это так приятно добавлено. Свеклой морковкой приправлено все. Но по рецепту также морковь добавила и лук добавила. Я не буду вам показывать, что нужно порезать. Тут ясно, что свеклу порезать кубиками, картошку порезать кубиками, огурцы тоже измельчить, морковку порезать кубиками, лук порезать тоже помельче. Это все слить жидкость. Но сразу скажу, что вот это количество продуктов, это будет огромная такая большая салатница. Я делаю на две семьи. Я вот сейчас сделаю. Мы с Катей разделим. Она половину унесет домой, половина останется. Даже для праздничного стола такое количество очень большое. Видите, что я это увеличила в два раза, это увеличила в два раза. Это и получилось. У меня весь салат увеличен в два раза. Я сейчас выключу камеру, достану кастрюлю, сыплю все в большую кастрюлю, заправлю растительным маслом. 100-150 грамм масла по вкусу добавляю. И тут я хочу повторить совет своей бабушке, которая всегда так делала. Она всегда говорила, что нужно сначала все ингредиенты вот эти. Но слово ингредиенты она не знала. Просто все нужно сначала свалить в кастрюлю. Картошку. Ну, короче, все, кроме свеклы. И заправить растительным маслом. Все перемешать. А потом уже добавить свеклу. Для чего это мы делаем? Вот эти вот все кубики-шарики, они немножко обволокутся тонкой пленкой масла. И тогда вот эта вот свекла, она сильно не измажет все наши компоненты. Если свеклу вместе с картошкой сначала перемешать, а потом заправить маслом, у нас все будет красное. У нас и картошка будет красная, и морковь, и лук, и все на свете. Когда свеклу в последнюю очередь добавляем уже в промаскленное, они как-то... Получается венегрет более разноцветный. Сейчас перемешаю и будем дальше. Ну что, бычки наши довольны? Вегетарианское блюдо, ваше любимое. Вот все ингредиенты я ссыпала, полила масло, перемешала. Кстати, масло всегда добавляю в венегрет. Именно нерафинированное, подсолнечное. У нас местное наше, алтайское. Зачем? Чтобы был вот этот аромат. Потому что рафинированное масло, оно же без запаха. А вот этот нерафинированное масло именно дает вот такой запах детства. Прям вкусно. Я уже наелась. И без свеклы очень вкусно. Тут же, видите, всего много вкусностей. Вот теперь я добавила еще свеклу. Еле прожевала. Вот смотрите, я соль не добавляю. Потому что я не люблю соленое. Мне достаточно того, что там попадаются вот эти соленые огурчики. Муж потом досаливает у себя в тарелочку. И еще. Я не добавляю никогда в венегрет уксус. Если есть лимон, сок лимона, немного добавляю. Уксус нет. Мне больше нравится натуральный. Тем и хороший венегрет, что можно сюда добавить все, что хочешь. Мне нравится венегрет тем, что в этом блюде можно угодить каждому члену семьи. Нравится мужу огорошек. Вот тебе туда огорошек. Нравится мне кукурузка. Вот тебе туда кукурузка. Можно всем угодить. Блюдо на любой вкус. Сейчас буду выкладывать. И замечу, что я нарубила, конечно, не пожалела. Вот это у меня 4-х литровая кастрюля. Килограмма 3 точно сделала. Буду есть сегодня и завтра. Очень люблю венегрет. Теперь нам нужно придать ему праздничный вид. Ну вот я на скорую руку так немножко украсила, оформила свой венегрет. И вы видите, что сразу блюдо преобразилось. Его уже сложно назвать вот таким простеньким и повседневным. Такое блюдо может украсить даже новогодний стол. И еще я немножко поела. Очень-очень вкусно. А, забыла добавить, что опять же соблюдаем принцип во время украшения. Стараемся украшать с тех же овощей, из которых составлено блюдо. То есть вот морковка у нас там есть. А вот здесь вот розу лучше было бы сделать из свеклы. Но у меня под рукой свеклы не оказалось. Я сделала томатную также из шкурки томатов, как я показывала вам. Но свекольная здесь подошла бы лучше. А если готовить к праздничному столу, то вот эти розы лучше всего делать по всей окружности. Или из свеклы. По всей окружности вот так розы. Будет шикарно. Все, с вами была Ольга Чернова. Это блюдо новогоднего меню к году быка 2021. Вот я смотрю, что маленькая телочка уже хочет отведать. Прям подошла вплотную. Нравятся ей цветочки наши.